Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами о первом сентября, о первом звонке, как принято говорить, о том, будут ли линейки в школах и вообще школы будут работать в обычном режиме или как-то все будет по-другому. В общем, неожиданно все на неделе, предшествующей 1 сентября, вдруг поняли, действительно, осень скоро и снова в школу. И у нас сегодня в гостях директор 1 гимназии городского круголюберца Наталья Николаевна Соловьева. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот для вас все-таки 1 сентября, это уже, я понимаю, что преподаватели работают и летом, и в педсоветы, и просто встречи, а уж для директора это особая жизнь. Но, тем не менее, 1 сентября это праздник? Да, это самый главный праздник у всех школьников, и у директоров, и у учителей, конечно же, праздник. И тем более он стоял под вопросом. Помнится, что еще весной этого года речь шла о самых разных возможностях развития ситуации, но вроде бы в этом году все будет? Да, будет. Мы начинаем обучение 1 сентября, это вторник в очном режиме, как всегда, традиционно, дети берут портфели и идут в школу. Единственное отличие или особенность 1 сентября 2020 года, то, что линейки праздничные, к сожалению, пройдут не для всех классов в связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась. Линейки на свежем воздухе, на улице будут предусмотрены только для первых и одиннадцатых классов. И в зависимости от количества обучающихся в образовательных организациях, эти линейки, возможно, даже их будет, возможно, даже несколько. Сначала там 3 первых класса, потом остальные 3 первых класса и так далее. Вот в нашей первой гимназии всего лишь 3 первых класса, у нас не так много обучающихся пришло в этом году, и 2 одиннадцатых, поэтому вот для первых и одиннадцатых линейки будут на улице. А вторые-десятые классы свой праздник проведут на первом уроке, у них будет праздничный классный час, то есть кабинетная система уже будет 1 сентября. Ну какая-то логика в этом есть, потому что, вот сейчас вспоминаю свои учебные годы, понятно, что первый класс – это всегда переживание, это прям как в хорошем смысле слова первый такой важный день для ещё, в общем-то, ребёнка, который уже всё понимает. И, конечно же, одиннадцатый класс, то есть последний год – это тоже такая важная история. А всё остальное, то, что со 2 по 10 – это традиционный приход и так далее. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Но возникает вопрос, не будут ли печалиться и грустить со 2 по 10 класс? Печалимся и грустим мы все, не только ученики, со 2 по 10 класс. Но в силу сложившихся обстоятельств, к сожалению, другого выхода у нас нет. До 1 января вообще отменены все массовые мероприятия. И какая нас ждёт осень, нам с вами сегодня трудно сказать. Поэтому всё, что есть в наших силах, все возможности обезопасить наших детей, дистанцировать, развести потоки, кабинетная система. Мы сейчас об этом поговорим. Мы это всё уже вводим с 1 сентября. Да, дети в курсе, что будет такое 1 сентября, немножко разделённое на две категории. Да, дети в курсе. Сегодня мы проводим родительское собрание, завтра проводим. И классные руководители уже неделю со всеми родителями на телефонах, созвонок встречаются. Всё объясняем, каждому индивидуально. Теперь, исходя из той информации, которая поступает из всевозможных информационных источников, вроде бы даже была такая новость, что если родители не хотят, чтобы их ребёнок приходил в школу, они могут, чтобы ребёнок учился дистанционно. Это действительно так? Да, это действительно так. Мы сегодня называем это гибридное образование. И так, и так, да. Некоторые школы взяли это на вооружение прямо с первого дня обучения. Всё зависит от возможности, от проектной мощности самого здания. О чём идёт речь? Мы говорим о том, что некоторые учебные занятия будут идти в очной форме в целом классе. Некоторые занятия, такие как внеурочную деятельность, мы тоже вынесли в режим онлайн посредством зум-общения. Некоторые уроки, кружковую деятельность, например, мы перенесли на каникулы. Знаю некоторых директоров, которые развели потоки. Одна неделя очная для одной параллели, а вторая неделя очная для другой параллели. Если родитель обеспокоен ситуацией и нет возможности и желания водить ребёнка на очные занятия, то такому ребёнку действительно будет дан урок в дистанционной форме. А как это возможно? Если, например, во всём классе, условно берём 20 человек, 15 человек ходят очно, опять изъявили желание быть на дистанционке. Кто с ними будет работать? Этот же преподаватель? Этот же преподаватель в это же время, когда он ведёт урок. А, просто включается камера? Просто включается камера, подключается ноутбук, все средства для такого общения у нас есть. Нас научили уже этим пользоваться. Преподавателю никто не будет оплачивать второй час при индивидуальной работе. Это экономика, мы все это понимаем. Поэтому такие дети подключаются к этому же уроку и занимаются. И звук идёт, и видео идёт, и также задают вопросы. А если хочет родитель, чтобы уже закрыть эту тему, действительно, чтобы был такой дистанционный, или, наверное, вдруг захочет, я так понимаю, что через месяц он может подойти, да, сказать, что да. Ему надо какое-то заявление написать? Да, пишется заявление на имя директора, уведомляется педагогический состав, работающий в этом классе, и мы просто создаём условия для такого обучения. Хорошо. Много написала уже? Пока никого. Все соскучились по школе. Все соскучились по школе. Второй такой вопрос. Давайте поговорим о самом главном. Как всё это будет теперь происходить? Почему? Потому что школа, вот я преподаю в ВУЗе, там пока ещё не торопятся так быстро вводить систему офлайн, очную, да, постепенно, в разном ВУЗе по-разному, но тем не менее. А вот что касается школ, это звучит на самом большом федеральном уровне, что всё будет как обычно, но с учётом, опять же, своеобразности линейки. И вот теперь важно понять, есть класс, мы все учились в школе чему-нибудь как-нибудь, вот как это будет происходить? Как дети будут находиться в кабинете, например? Да, в этом году действительно есть определённые особенности при организации учебного процесса. В этом году у нас без кабинетов остались учителя. И кабинеты теперь полностью отданы классам. Утром в каждом образовательном учреждении и в нашей гимназии будут организованы утренние фильтры. И утренние фильтры таким образом должны быть организованы, чтобы развести потоки. В нашем образовательном учреждении основная и старшая школа будут входить в центральный вход, а начальная школа с торцевой стороны здания, со стороны спортивной площадки, там тоже будет организован утренний фильтр. То есть даже вход отдельный? Отдельный вход. Учебные занятия мы постарались сделать ступенчатое расписание. Кто-то приходит к первому уроку, кто-то ко второму уроку, кто-то чуть позже, для того, чтобы пересекания потоков не было. Но самая большая сложность возникла, но не только, наверное, в моем учреждении, в других образовательных организациях, это перемены. Потому что здесь учителя-предметники работают не только, допустим, в одном восьмом Б, они работают и в шестом, и в одиннадцатом. И нам было сложно сделать разные перемены. Поэтому мы вышли из этой ситуации следующим образом. Перемена стандартная, 10, 15, 20 минут. Просто выпускать детей будем на 5 минут позже, на 5 минут раньше, чтобы, опять же, не пересекались потоки. И будем смотреть уже от загруженности, наполняемости этажей. Каждая перемена будет проветривание, обработка парта в верхней поверхности. Но то есть в любом случае, первой неделе это будет апробация. Как это будет все выглядеть? Скажите, я так понимаю, что все это на самом высоком уровне, и все это будет сейчас внимательно отслеживаться всеми проверяющими с точки зрения учебного процесса органами и как-то регулироваться. То есть нет такого, что вы решили так, а кто-то решил так, а третье учебное заведение решило так. Есть какая-то общая установка? Да, естественно, есть общая установка. Нам приходят различные распоряжения и с Минобра Московской области, и с Роспотребнадзора. Есть рекомендации. Но, опять же, все руководители образовательных учреждений, они заложники определенных ситуаций. У кого-то не хватает кабинетов, у кого-то хватает кабинетов, там нет 2-3 входа. То есть мы стараемся максимально выполнить все те рекомендации, которые нам присылают. Но в любом случае нужно попробовать, как это будет в очи выглядеть. Понятно, что есть классы, то есть ребята сидят все время в одном классе, к ним приходит преподаватель, да? Не так, как раньше мы там переходили, да, из одного класса в другой. Но, а как быть с лабораторными, например, химия, физика и, в конце концов, наша любимая физкультура? Эти кабинеты мы старались не занимать классами. Кабинет химии, физики, информатики, а еще более иностранных языков. У нашей гимназии 2 языка, английский язык и французский язык. Вот специализированные кабинеты мы старались классами не занимать. Но урок физкультуры, это старшие классы деления на мальчиков и девочек, тоже не могут заниматься 2 класса в одном спортивном зале. Например, у нас не хватает спортивного зала на 25 учебных классов. Поэтому урок физкультуры будет при возможности проводиться на свежем воздухе. Потом зима, наверное, придет. А потом лыжи начнутся, раз придет зима. А, лыжи, понятно. Наконец-то возвращаются старые, забытые виды спорта. Вот, поэтому старались развести потоки. Один класс занимается в зале, один класс уходит на улицу. А химия, физика, то есть ребята приходят и работают как обычно. Почему? Потому что я читал, что действительно понятна система, когда к тебе приходит любой преподаватель. Но вот если надо проводить опыты, их же надо куда-то идти. Опыты ты не принесешь к детям, да, поэтому... Хорошо, скажите, пожалуйста, самый-то главный вопрос я не адресовал бы сразу с пандемией. Кстати, в масках будут дети? Дети при желании индивидуальным или при желании родителей могут ходить в масках и в перчатках. Педагогический состав только при индивидуальной работе с детьми одевает средства защиты. А технический персонал и работники столовых только в масках и в перчатках. К столовой мы еще вернемся. А пока сколько же детей-то у нас пришло в этом году к вам? Меньше? Меньше, да, детей пришло меньше. Ну, как меньше. Мы в том году открывали три первых класса, и в этом году три первых класса. В том году набрали 90 обучающихся, в этом году 75. То есть по 25, да? По 25, да. Ну, это же хорошо. Это, конечно, хорошо. Но детей меньше, отвечая на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, родители, которые с первоклассниками, ну, понятно, что начиная со второго класса и до самого старшего, тут все время в процессе, все идет, я имею в виду, вот пандемийная эта история. А насколько волнуются родители первого класса и первоклассники? Для них же это все-таки такая стрессовая будет история. Да, вы знаете, во всей этой истории больше всего волнуются, и мы переживаем только за наших первоклассников. Искренне надеемся, что вторая волна пандемии не придет, или придет не очень скоро, потому что это только начало-начал, палочки-крючочки, их нужно научить писать. Живое общение с педагогом, с классным руководителем. И, конечно, родители очень обеспокоены. Но будем максимально стараться выдать больше материала сейчас, в сентябре, в октябре, и вот как-то не растягивать учебный процесс. Хорошо, а есть ли какая-то речь идет о сокращенных каких-то занятиях, либо о как-то четверти эти поменяются, пока, или все пока идет как обычно? Все идет в стандартном режиме. Все идет в стандартном режиме. Ну, хорошо, во второй части мы сейчас поговорим с вами о столовой, о том, как будет проводиться уборка, почему, потому что тоже вопросы, естественно, касаются, и немножко о других вопросах, касающихся и родителей, и учеников в том числе. Напомню, что у нас в гостях директор 1-й гимназии городского круголюберца Наталья Николаевна Соловьева, и говорим мы о приближающемся празднике Дне Знаний. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Говорим о Дне Знаний, о том, как в этом году проходит и пройдет 1-е сентября, о том, как будут учиться наши дети. И у нас в гостях директор 1-й гимназии городского круголюберца Наталья Николаевна Соловьева. И теперь поговорим о самом главном – о кухне. Насколько я понимаю, тут у нас все громче звучит информация об обедах, о каких-то бесплатных вариантах и так далее. Что у вас запланировано в этом году на сегодняшний день? На сегодняшний день с 1-го сентября горячим питанием будут обеспечены все обучающиеся начальных классов. Под горячим питанием бесплатным мы подразумеваем завтрак. Все ученики начальной школы будут получать бесплатный завтрак, но здесь небольшой нюанс – это ученики, которые имеют постоянную регистрацию на территории Московской области, потому что это региональный бюджет. Поэтому ученики, которые проживают на территории Московской области, но, к сожалению, имеют регистрацию в другом регионе, они бесплатное питание горячее получать не будут. Они учатся могут, но горячее питание они получать не будут. Но, к сожалению, так. Ну, это как-то вот если я бы, например, учился, все мои пошли есть, а я что, сижу, ем свое яблочко? Ну, никто не отменяет платный завтрак. Он не такой, ну, он имеет свою стоимость, поэтому платный завтрак, пожалуйста. Это завтрак, а обед какой-то платный? Обед только предусмотрен для льготной категории обучающихся, вот, а для всех желающих тоже, пожалуйста, есть платный обед. Хорошо. И вот здесь давайте же опять пандемийная история. Кто там работает на кухне? Как это все проверяется? Откуда продукты привозятся? Дело в том, что в первой гимназии только буфет раздаточный. Так. Нам привозят уже готовые блюда. Вот. И мы в течение определенного времени должны, пока они еще эти продукты питания горячие, раздать обучающимся. Работают сотрудники, которые не являются сотрудниками образовательного учреждения. Это сотрудники, в данном случае у нас договор заключен с организацией Ника Класс. Они все специализированные сотрудники, у них есть медкнижки. Они все точно так же, как и весь педагогический состав, сдали тест на ковид, потому что сегодня нельзя работать в образовательном учреждении, не сдав этот тест, к работе никто не допускается. И они носят маски и перчатки каждую минуту, каждый день. После каждого приема пищи будет один класс, нам сегодня тоже нельзя пересекать параллели, будет проводиться влажная уборка в столовой и проветривание. А в уборке кто убирает? Что это за люди? Столовую. И столовую, и школу, в гимназию? В школе, в гимназии есть технический персонал, который убирает учебные помещения. Тоже прошел все необходимые тесты? Тоже они все прошли все необходимые, все тесты сдали. Будет проводиться обработка во время учебного процесса, когда ребята будут выводиться из кабинета. И в столовой, соответственно, точно так же подрядная организация убирает своими силами этот обеденный зал. Ну вот вернемся, первый класс, 25 человек. Как эти 25 человек будут рассаживаться? За одной партой? У нас есть кабинет, где предусмотрена одна парта на одного человека, но в основном, вот буквально только вчера в 7 утра нам привезли 9 новых комплектов мебели, это, да, за одной партой два ребенка. Ну, как и было. Как и было. Как и было. Как и было. Следующий такой вопрос, наверняка он в этих документах есть. Мы должны предусмотреть все возможности, все-таки если какая-то вспышка происходит. Ваши какие действия? Действия будут локальными. Если ребенок заболел COVID-19 в классе, такой класс уходит на 2 недели на дистанционное обучение. Но мы очень будем стараться, и я призываю всех родителей, не только первой гимназии, но и остальных школ, смотрите за своим ребенком, какого ребенка вы приводите в школу, и есть ли у него признаки ОРВИ, ОРЗ, болит ли у него голова. Конечно, будут обязательно утренние фильтры на двух входах. Мы закупили санитайзеры. И температуру будете мерить? Температуру будем мерить. Купили два санитайзера, то есть обработка рук. Купили в кабинеты обеззараживателей воздуха. То есть с нашей стороны дезинфицирующие средства, все приобретено. Мы будем очень стараться оттянуть или вообще убрать эту вторую волну. И к этому же призываю родителей, потому что ребенок с признаками заболевания будет сразу отведен в специализированную комнату. Она есть. Она есть в каждом учреждении при входе в образовательное учреждение, ну сразу после поста охраны в нашей гимназии. Сразу медик, если выявляет признаки заболевания, такой ребенок отправляется домой, чтобы у него не случилось уже контакта со своими одноклассниками. Хорошо. По охране поговорим. Тоже у нас в последние годы бывают разные эксцессы, скажем так. Это тоже такой важный момент. Что у вас в этом направлении сделано в плане охраны? В этом году проход в образовательное учреждение, в наше образовательное учреждение, будет еще жестче контролироваться. Почему? Потому что родители имеют право сегодня посетить образовательное учреждение по предварительной согласованности с классным руководителем и по заявлению. Не просто так пришел и зашел. Не просто так, да. Одевать, раздевать своих первоклассников будут помогать учителя ГПД, группы продленного дня, классные руководители. Родители не заходят в образовательное учреждение и даже на территорию образовательного учреждения. Если есть острая необходимость общения с педагогическим составом, с административным составом, через заявление, сегодня подается заявление, вечером секретарь составляет список гостей на следующий день, и этот список ложится на стол охраны. И если этой фамилии с утра нет, а вы очень сильно хотите пообщаться, то посредством телефонного общения. Только через заявление. То есть прям такое получается огороженная такая ситуация. Это дети. Здесь никак по-другому нельзя. Дети – это наше все. Их нужно защитить. Хорошо. А родительские собрания наши любимые, они будут проходить в онлайн-режиме или все-таки на территории гимназии? Вот для первоклассников сегодня у нас в 18.00 состоится общешкольное родительское собрание. Три класса мы приглашаем в актовый зал с соблюдением всех необходимых мер. Родители в масках, в перчатках. Остальные собрания классные со 2 по 11 класс учителя выбрали форму самостоятельно. Кому-то удобно, ну, опять же, по запросу родителей, кому-то удобно разместиться в актовом зале. Там достаточно места, чтобы посадить 20-25 родителей. Кто-то проводит через Zoom, кто-то посредством WhatsApp. Любой мессенджер приветствуется. Как удобно родителям. Поэтому разные формы проведения собрания в этом году. И еще такой вопрос. Многие переживали, что этот предыдущий учебный год закончился, вот все так внезапно произошло, что что-то, может быть, где-то недоучили, недоработали, недозакрутили. Это сейчас вот касается, конечно, не первых классов. Как будем наверстывать это? И много надо ли наверстывать? Наверстывать надо, несмотря на то, что дети неплохо закончили обучение в прошлом году. И нужно сказать, что хорошо сдали ЕГЭ в этом году наши выпускники. В любом случае, с 14 сентября начинается ВПР. Всероссийские проверочные работы, мы к ним будем готовиться. И уже в индивидуальном порядке будем подтягивать те темы, которые у ребят запали в прошлом году. Вот сентябрь-октябрь, это больше, наверное, будет такой период повторения прошлого материала, потому что новый материал нужно на что-то класть. Хорошо. Уходим на Новый год, на новогодние праздники традиционно, да? Да, буквально вчера нам спустился график каникулярный. Традиционно с 28 декабря, я говорю сейчас за первую гимназию, по 10 января будут зимние каникулы. Хорошо. Вернёмся ещё к такому вопросу, как проверка работ, какие-то, может быть, дополнительные задания, какой-то контакт учителей с конкретными людьми, как в наше время ходили по домам иногда даже, если нужно. Сейчас не знаю, как это происходит. Вот эти дополнительные контакты, они как-то прописаны в новых условиях нашей жизни? Когда, например, учительница хочет пойти в дом к ученику, узнать, что там происходит, как живёт и так далее. Ну, конечно, в каждом образовательном организации есть социальный педагог. У нас есть такое мероприятие, которое называется «Совет по профилактике». Как правило, если есть проблемы в семье, мы созваниваемся с родителями и уведомляем их о том, ну и спрашиваем разрешение, что вот мы хотели бы посетить вашу семью и посмотреть, как организован учебный процесс, как ребёнок выполняет домашнее задание дома. Вот составляется акт посещения семьи на дому, и выясняются те обстоятельства, которые мешают, допустим, ребёнку получать качественное образование. Хорошо. Ещё такой немаловажный вопрос, что всё-таки существует ещё определённая миграция детей, да, кто-то уходит в другую школу, переехал, кто-то, наоборот, приезжает и так далее. Вот здесь как-то меняется эта обстановка, какие-то справки нужны будут дополнительные у ребёнка, если он, например, ну, условно, в октябре приедет и говорит, я вот, если можно, буду в вашей гимназии учиться. По месту регистрации, например, всё хорошо, вот люди купили квартиру, условно говоря, и вот хотят, чтобы ребёнок перешёл к ваш второй класс какой-нибудь. Ну, насколько мне сегодня известна эта информация, если ребёнок был за границей, то действительно через детского педиатра или через школьного врача нужно будет получить справку об отсутствии контактов. Вот, если же этот ребёнок просто переходит из другого образовательного учреждения, то у каждого ребёнка есть медицинская карта, где отмечены все его истории болезней, и где есть сертификат прививок, он просто зачисляется в образовательное учреждение. Немножечко другая ситуация, по-моему, в детских садах. Понятно. Ещё такой вопрос о медицине школьной, скажем так. Понятно, что это такой важный момент. Все ли есть возможности у вас для того, что, ну, мы выяснили, если не прийди, Господи, какая-то предковидная ситуация, то есть специальное помещение, где ребёнок на какое-то время изолируется. А другие врачи, другой подход, если что-то там происходит, как это сейчас работает? Ну, в школе есть помещение, куда ребёнок отправляют с первыми признаками ОРВИОРЗ, и есть медицинский кабинет, который полностью оснащён всем необходимым для, ну, оказания первой медицинской помощи. У нас есть и врач в штате, и школьная медсестра. Все прививки проводятся по расписанию, то есть все необходимые меры, они соблюдены. Вот сейчас прививочный начнётся этап. Вот по вашему опыту родители прививают детей или в последнее время прививают? Да, прививают. Есть некоторое разночтение с родителями начальных классов. Вот здесь двоякая бывает ситуация, но мы всем раздаём заявление, и они пишут уже, собственно, ручно, да, я разрешаю прививать своего ребёнка, нежели там, я отказываюсь от прививки. Ну, хорошо, завершая наш разговор, всё-таки я понимаю, что вам пришлось много пережить, вам, вашим коллегам переход на дистанционное обучение, то есть мессенджеры стали такими же родными, как наши родные. Вот. Понятно, что много всяких сложностей, но всё-таки вот после довольно длительного срока возвращения к очному режиму работы. Вы, ваши коллеги, к этому готовы на сегодняшний день? Да, коллеги ждут с нетерпением возвращения детей, возвращения очных занятий, мы готовы, прям вот вообще готовы-готовы, как никогда. Но хотелось бы отметить ещё такую вещь, что всё-таки дистанционное образование нас чему-то научило. Вот. Есть различные формы проведения уроков, и иногда онлайн-занятия ребёнку интереснее, но я не говорю сейчас про русский язык, а про другие какие-то предметы, вот, чем проведение очного занятия. Поэтому гибридное расписание, гибридные учебные занятия, они имеют место быть. Ну что ж, спасибо вам огромное, с наступающим вас праздником. Днём знаний. У нас в гостях была Наталья Николаевна Соловьёва, директор первой гимназии городского округа Люберца. Мы поговорили о всех вопросах и проблемах, которые связаны с началом этого, наверное, всё-таки необычного учебного года. Но, с другой стороны, к нему было время, чтобы к нему все подготовились. И учителя, и все контролирующие органы, и родители, ну и самое главное, сами дети. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин